Здоровье Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Так что ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Согласно российской статистике, один из десяти родившихся младенцев является недоношенным. То есть рождается раньше 37 недель беременности и имеет рост меньше 45 см, а вес меньше 2,5 кг. Страхи родителей о том, что малыш будет по всем показателям отставать от ровесников, вполне объяснимы. Что делать в такой ситуации? Начинается поиск ответов через знакомых и незнакомых, через интернет. И вот здесь есть огромный риск того, что недостоверная информация может повредить как самому ребенку, так и его родителям. Очень важно говорить со специалистом. Что мы сегодня и собираемся сделать. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии. Ирина Садовская, главный внештатный неанатолог Самарской области, заведующая отделением реанимации новорожденных городской детской больницы имени Ивановой. Здравствуйте, Ирина Кирилловна. Здравствуйте. Я в начале программы привела статистику, но уже из опыта знаю, что интернет дает разные цифры. Что говорит ваш опыт и по России, и, конечно же, нам интересно по Самарской области? Ну, наверное, по миру вы правы. Вот если в европейских странах процент невынашивания беременности составляет где-то 11%, у нас по России где-то это 6-7%. По Самарской области это 6,5% за 2016 год. Если взять 2-3 года ранее, то было всего 5% невынашивания недоношенных родов. И можно сказать, что наметилась тенденция к увеличению невынашивания беременности. Чем все-таки объясняется то, что в последнее время идет вот эта тенденция? Здесь, наверное, есть те социальные проблемы, о которых всем известно. Это неправильный образ жизни, это вредные привычки, это плохое состояние здоровья матери. И есть еще медицинские проблемы, о которых, вот, если подробно остановиться, то, наверное, в 90% случаев здесь имеет значение инфекционное заболевание. Поэтому, если мама во время беременности заболевает вирусными инфекциями, хуже бактериальными инфекциями, то это сразу есть риск невынашивания беременности. Наиболее большое значение имеют инфекции мочеполовой системы. Еще, наверное, сегодня вот очень модный диагноз – тромбофилия. И в последние годы он почему-то реализуется все чаще и чаще. Это тоже, женщины с тромбофилией тоже имеют такой высокий процент невынашивания беременности. Ну, и где-то 10% – это какие-то эндокринные патологии у матери приводят к невынашиванию. Или же бывает нарушение фетоплацентарного кровообращения, которое диагностируется уже на УЗИ во время беременности. Здесь тоже это нарушение фетоплацентарного кровообращения приводит к страданию плода. Иногда женщину рода разрешает из-за того, что уже плод сильно страдает, нарушены кровотоки, и уже его нужно как бы освободить, чтобы он, пусть даже он родится недоношенным, но здесь уже врачи идут на спасение жизни ребенка. Поэтому это небольшой процент, но он тоже присутствует. А есть вообще какой-то процент случаев, когда можно заранее предвидеть, что ребенок родится недоношенным? Заранее можно предвидеть это, если у женщины уже есть рождение недоношенных детей. Повторные роды, если был недоношенный ребенок, то повторные роды у такой женщины наиболее вероятно могут закончиться опять рождением недоношенного ребенка. Есть случаи, когда женщина, уже зная все проблемы в первой беременности, где был недоношенный ребенок, она уже может обратить внимание на все факторы, которые привели в предыдущей беременности к рождению недоношенного ребенка, и более тщательно наблюдаться в женской консультации, чтобы больше такого не повторилось. Такая надежда у всех женщин есть. Если у женщины тромбофилия, она обязательно должна наблюдаться у гематолога, который поможет вести беременность. И тоже есть высокая вероятность доносить такую беременность. А с какого срока ребенок рождается все-таки жизнеспособным? Есть же все равно такой показатель? Да, есть такой показатель. Сейчас это 22 недели, это срок, с которого ребенок может рождиться жизнеспособным. Но надо сказать, что 22-23 недели – это крайне трудно, такие дети поддаются выхаживанию. По России таких детей, которых удалось врачам выходить, единицы. И в 22-23 недели очень высока вероятность последующей инвалидности, буквально 90% последующей инвалидности. 22 недели – как это представить? Какой это вес? 22 недели – это, наверное, 350-400 грамм. 23 недели – это, наверное, 450-480 грамм. Это дети до 500 грамм. Трудно представить. И такие дети, конечно, очень сложно выхаживаются. Они, надо сказать, мало жизнеспособны. А на вашей практике какой ребенок самый маленький был? Самый маленький – это, наверное, 480 грамм. Такой ребенок был выхажен у нас в больнице Середавина. И, в общем-то, усилиями врачей он выжил и выписан домой. Чем опасно рождение ребенка раньше 37 недель? Это, наверное, связано с особенностями недоношенного ребенка. У недоношенного ребенка все органы и системы, и обмен веществ незрелые. И поэтому все проблемы, с которыми потом сталкивается недоношенный малыш, обычно эти проблемы встречаются на первом месяце жизни. Это проблемы из-за незрелости органов. Из-за незрелости легких. Значит, иногда такие дети нуждаются в искусственном дыхании. Иногда большая часть детей нуждается просто в положительном давлении на выдохе, чтобы поддерживать легкие в расправленном состоянии. Все, практически все недоношенные дети нуждаются в внутривенном питании, потому что желудочно-кишечный тракт этих детей еще не готов к переработке какой-то пищи, поступающие извне. И мы таких детей начинаем кормить понемногу грудным молоком, если оно имеется, и доводим, очень постепенно расширяем питание, чтобы не вызвать срыв пищево-яйственного тракта, и доводим до нормы. И обычно этот процесс занимает одну-две недели. Рождение недоношенных детей. Когда рождается недоношенный ребенок, очень важно провести некоторые манипуляции именно в родах. Это одна из наиважнейших таких манипуляций, как задержка перешатия пуповины, для того, чтобы ребенку из пуповины перетекло больше крови со всеми полезными веществами. И вот это осроченное перешатие пуповины профилактирует множество проблем, с которыми потом встречается недоношенный ребенок. Значит, после того, как ребенок родился, обычно недоношенные дети, которые рождены, особенно меньше 1000 грамм, они имеют очень слабую дыхательную мускулатуру. И такой ребенок не может осуществить первый вдох. Поэтому первый вдох такому ребенку производится с помощью аппарата, который практически есть во всех у нас родильных домах, города и области. Конечно, вот рождение малого срока гестации должно вообще происходить в периментальном центре или города Самары, или города Тольятти. Здесь желательно все-таки, чтобы ребенок рождался в учреждениях третьего уровня. Там везде это отработано очень хорошо. В периментальных центрах второго уровня, которые у нас расположены в нашей области, это Похвестнево, это Чапаевск, это Новокуйбышевск, это Сызрань, это Отрадный. Здесь это учреждения второго уровня. Все-таки рождение ребенка до 32 недель гестации в учреждениях этого уровня тоже может произойти. Но в то же время, конечно, более хорошо отработаны все эти методики в учреждениях третьего уровня. Какие специалисты занимаются выхаживанием недоношенного ребенка? Вот он родился. Вы рассказали, что процесс родов достаточно серьезен. А дальше кто им занимается? Все зависит от степени недоношенности. Если выраженная степень недоношенности, то такие дети все проходят через отделение реанимации новорожденных. У нас есть три отделения реанимации новорожденных третьего уровня в нашей области. Это перинатальный центр больницы имени Середавина, это Тольяттинский перинатальный центр и городская детская больница номер один имени Ивановой. Это все учреждения, где есть хорошо оборудованные и оснащенные отделения реанимации новорожденных. Реанимация для новорожденных напоминает космическую лабораторию. Оборудование, которое здесь установлено, действительно фантастическое. Кувес или инкубатор устроен так, чтобы создать ребенку условия, из которых он появился на свет раньше срока. Гнездо из пеленки имитируют ограниченное пространство матки. Поворачиваться сами новорожденные не могут, поэтому положение тела им меняют регулярно. У них бодрость унять силу может 5-10 минут за час, за три. Внутри камеры поддерживается оптимальная температура, исключающая перегрев или охлаждение. Через специальные окна проводят медицинские манипуляции, кормление, подключают малыша к аппарату искусственной вентиляции легких. Контроль над состоянием пациентов круглосуточный. В случае отклонений или ухудшения самочувствия данные передаются на подключенную аппаратуру. Она издает тревожный сигнал. Увидев малыша, опутанного многочисленными трубочками и проводами, родители нередко впадают в панику. Очень сложно успокоить маму иногда бывает. Если мама или папа первый раз приходят, у них вообще шок. Это даже больше тяжелее эмоционально для нас. Выхаживание недоношенного ребенка не заканчивается выпиской малыша из стационара. Через несколько месяцев он проходит реабилитационный курс в специальном отделении больницы. Один из перспективных методов, которые используют в Самаре, создание невесомости на специальной кровати «Сатурн». Эффект от воздействия комплексный. Он вызывает релаксацию, тонизирует периферические нервные окончания и улучшает микроциркуляцию в тканях. Усилия всей медицинской службы приводят к тому, что малыш постепенно догоняет сверстников в развитии. Врачи считают это наукой, родители – чудом. Что сделали врачи этой больницы – это просто чудо. И таким врачам действительно можно доверять и не бояться. Я доверяю только им, больше никому. А с каким весом вы выписываете ребенка домой? Недоношенный ребенок может быть выписан домой, если он достиг веса 1800 грамм по клиническим рекомендациям. Или чаще всего это бывает вес 2 килограмма. Но мы ориентируемся больше не на вес ребенка, а на те навыки, которые у ребенка восстановились и сформировались. Так, например, мы можем выписать ребенка домой, только если он полностью может съедать весь объем, который ему положен, высасывая из соски. Когда родился недоношенный ребенок, у родителей, у близких родственников понятно, что переживание, паника у кого-то может быть. Какова роль мамы, наверное, прежде всего, в выхаживании в первое время ребенка? Либо нужно просто не мешать вам делать это, либо нужно какое-то участие. Каков идеальный вариант? Мы вообще с первых дней жизни стараемся увлекать мам в выхаживание ребенка. Потому что материнское тепло, грудное молоко, это ничто, никакие наши высокие технологии этого не заменят. Поэтому как только мама, можно сказать, оправилась после родов, как только она может ухаживать за ребенком, мы стараемся сначала, если ребенок лежит в реанимации, мамы начинают посещать в часы посещения ребенка. Потом, как только позволяет состояние ребенка, мы стараемся выкладывать ребенка маме на грудь. Это так называемый метод кенгуру. И обеспечиваем контакт кожи-коже. Для того, чтобы ребенок заселился нормальной микрофлорой человеческой, а не той микрофлорой, которая его окружает в больнице. Поэтому мамы мы стараемся успокоить, чтобы они не волновались, чтобы они могли перебороть в себе страх и начать любить этого маленького ребенка. Ну, наверное, все мамы настроены на любовь к ребенку, все мамы стараются. Когда недоношенного ребенка выписывают домой, конечно, нельзя неправильно думать, что все позади. Начинается следующий этап. Вот как развивается недоношенный ребенок, какие сложности ждут на этом пути его? Ну, здесь нужно, наверное, ввести такое понятие, как постконцептуальный возраст. Это возраст с момента зачатия ребенка. Просто это понятие нужно для того, чтобы все поняли, как ребенок будет дальше развиваться. Допустим, если ребенок родился в 28 недель гестации, то постконцептуальный возраст у него 28 недель. И когда этот ребенок достигает постконцептуального возраста 40 недель, то мы можем сказать, что этот ребенок точно уже родился, что все его системы и органы достаточно зрелые, чтобы начать дальше развиваться. И вот после постконцептуального возраста 40 недель недоношенный ребенок развивается в те же сроки, что и доношенный. Где-то это развитие может быть не очень пропорциональным. Иногда некоторые навыки у недоношенного ребенка появляются раньше, а некоторые навыки появляются позже. Это ничего страшного. У недоношенных детей нервная система начала стимулироваться несколько раньше, чем у доношенного ребенка. Поэтому развитие некоторых навыков может происходить несколько раньше. Но надо сказать, что недоношенный ребенок может опаздывать в дальнейшем по развитию речи, а психомоторное развитие выравнивается уже к году. То есть вот после одного года жизни мы уже не говорим, что ребенок недоношенный. Обычно если недоношенный ребенок более-менее здоров, то он догоняет своих сверстников. Если имеются какие-то проблемы, то такие недоношенные дети у нас наблюдаются в наших центрах. Есть центры коррекции и развития. Это центр у нас в больнице, стандартно-дневного пребывания в городской больнице номер один имени Ивановой. Есть хорошие реабилитационные центры в городе Тольятти, центр Ариадна. И сейчас открыт реабилитационный центр в больнице Среддавина. А есть какие-то болезни и инфекции, которым особенно подвержены эти дети, которых следует опасаться? Да. Надо сказать, что недоношенный ребенок, если рождается раньше, имеет очень низкий иммунитет. Потому что, во-первых, все антитела матери проникают через плаценту именно в третьем триместре беременности. Поэтому если ребенок рождается раньше, он уже недополучает те антитела от матери, которые должны были быть ему предназначены. Затем у недоношенного ребенка иммунитет в два-три раза ниже, это по данным исследованиям, чем у доношенного ребенка. Поэтому недоношенный ребенок меньше сопротивляется любым инфекциям, и вирусным, и бактериальным. Мы это знаем, мы это стараемся всяким образом профилактировать. А чего все-таки нужно опасаться после выписки ребенка из стационара? Надо сказать, что недоношенные дети из-за их низкого иммунитета очень подвержены вообще высокой заболеваемости, и особенно вирусными инфекциями. И сейчас создана специальная вакцина, которая может защитить недоношенного ребенка от вирусных инфекций. Она имеет в своем составе иммуноглобулины, и это будет дотация иммунитета недоношенному ребенку. Эта вакцина доступна к применению в нашей области. Она прививается в осенне-зимний-весенний сезон, в сезон повышенной заболеваемости. И с октября месяца она будет доступна для прививок в первой детской больнице, которая является имени Ивановой, которая является новатором в применении этой вакцины в Самарской области. Произошел какой-то прогресс в выхаживании недоношенных детей за последние годы? Мы внедрили все современные технологии, которые профлактируют большие проблемы недоношенных детей. У нас изменилась заболеваемость недоношенных детей. У нас стало меньше кровоизлияние мозга. У нас стало меньше бронхолегочной цеплазии. Это те такие основные глобальные заболевания, которые могут навредить недоношенному ребенку. Мы стали лучше выхаживать. У нас укоротилось время пребывания недоношенного ребенка в Санаре. У нас сейчас в два раза меньше инфекции у недоношенных детей, чем было 4-5 лет назад. У нас за 16-й год построен новый перинатальный центр на базе больницы Сериф Давина и обновлен перинатальный центр в городе Тольятти. Мы возлагаем большие надежды на работу этих перинатальных центров. Ученые Северо-Западного университета выдвинули такую версию, что недоношенные дети имеют преимущества перед своими сверстниками в будущем. Какие преимущества? Что у них быстрее формируются языковые навыки, и что ребенок более слабый физически, сильнее интеллектуально-омственно. Вы сталкивались с такими вещами в своей практике? Да, наверное, я часто сталкиваюсь с такими вещами. Недоношенные дети... Вот надо сказать, если у недоношенного ребенка могут быть какие-то двигательные нарушения, связанные с недоношенностью, то интеллект, кора головного мозга, когда рождается недоношенный ребенок, она еще не зрелая, и она практически не повреждается. И кора головного мозга развивается очень хорошо. Недоношенные дети практически все очень умные. Они имеют хорошую волю, потому что им приходится... Потом некоторым недоношенным детям приходится очень много трудиться, чтобы догнать своих сверстников. И родители вынуждены как бы заставлять их трудиться, делать физические упражнения, там выдерживать массаж, гимнастику. И поэтому недоношенные дети имеют такой достаточно большой потенциал. Многие из них, ну, практически 90% из них, это потом здоровые люди. Ну, наверное, есть такая статистика, как мы знаем, как известно, очень много великих людей родились недоношенными. Наверное, это, в общем-то, такие факты, которые всем известны. Вот, например, там генерал Сувуров, который потом стал впоследствии великим полководцем, он родился 900 грамм. И его бабки-повитухи выхаживали в опаре для теста, которая была все время теплой. Потом есть информация, что Наполеон Бонапарт родился всего 900 грамм. И также он выхаживался в варежке из овчины. То есть, ну, как бы, очень много таких примеров и очень много известных людей, даже вот перечень настолько велик, это и Альберт Эйдштейн, это и Ньютон, это и Кант, это Гёте, Байрон, Марк Тквен, Дарвин, Черчилль. То есть настолько большой перечень великих людей, которые родились недоношенными, что, наверное, у наших недоношенных детей есть огромный потенциал к развитию. Это как компенсация какая-то за страдание родителям, да? Да. Ну и в завершение еще хочу такой психологический момент с вами обсудить. Очень многие мамы корят и винят себя во всем. Я родила недоношенного, я не смогла выносить беременность, значит, я виновата. Но во что это в будущем выльется, это еще вот нам Богу известно. Что вы по этому поводу сказали бы? Вы знаете, конечно, рождение недоношенного ребенка – это всегда неожиданность. И такая, можно сказать, для семьи – это трагическая неожиданность. И родителям в этой ситуации очень сложно и трудно. Медицинские работники как могут поддерживают и помогают родители такого ребенка. Надо сказать, что есть общественный фонд, который называется «Право на чудо». В интернете есть об этом информация. Вот если недостаточно помощи тех учреждений, где недоношенные дети получают медицинскую помощь, то каждый родитель может обратиться в этот общественный фонд «Право на чудо». Там есть телефон горячей линии, который абсолютно бесплатный. Там консультируют психологи, там консультируют врачи. Там могут подсказать те учреждения, даже ту медицинскую помощь, которую родители, если считают, что это недостаточно, где-то могут получить. И там может даже оказываться и социальная поддержка семьям недоношенных детей. Этот фонд организовали родители, мать недоношенного ребенка, которая прошла через все испытания, которые выпали на ее долю. И, в общем, этот фонд очень хорошо работает. Этот фонд помогает, часто помогает и покупкой какого-то оборудования в какие-то сценарии. Ну, то есть оказывает очень много благотворительной помощи. Поэтому можно оттуда обращаться. Ирина Кирилловна, большое спасибо за то, что вы, может быть, развеяли какие-то сомнения чьи-то, кого-то укрепили в вере, да, скажем так. Будем подводить итоги. От этого никуда не деться. День и ночь вы будете думать о ребенке, узнавать диагнозы, вычитывать миллион последствий. Но, во-первых, нужно успокоиться. Малышу ваша нервозность совсем не нужна. Во-вторых, старайтесь искать только положительную информацию. Ведь 85% недоношенных детей, как сказала Ирина Кирилловна, даже 90%, благополучно выхаживаются. Спасибо, до свидания. Спасибо.